Я продаю чудесные стелушки и смертные зимы. Если спросить, в одиночку ли я управляюсь залом мертвых, то ответ – да. Думаешь, в округе найдется хоть кто-то, готовый пальцем шевельнуть, чтобы помочь? Угадай-ка. Грязной работой пусть занимается старуха Александра. Пойми, мне эта работа даром была не нужна, но так уж вышло, из-за отца. Мой отец был жрецом Аркея, и вся моя жизнь прошла рядом с мертвецами. Пришлось изучать и похоронные обряды, и молитвы. У меня отродясь не было друзей. Кому нужна девчонка, которая вечно крутится рядом с мертвяками? Вот так мне и досталась эта негодная участь. Ничего больше я не умею, только готовить в последний путь и упокоивать усопших. Я хочу отправиться в зал мертвых Виндхельма и передать свой ритуальный кинжал смотрителю Андурсу. Думаю, когда кинжал будет захоронен вместе с останками моего отца, я, наконец, примирюсь со своими воспоминаниями. Я тебя не просила сама, поскольку опасалась отказа. Я буду благодарна за помощь. Вот, я вручаю тебе этот кинжал. Отнеси его Андурсу, а он сделает все остальное. По окончанию обучения жрецы Аркея получают ритуальный кинжал. Обычно его вручает верховный жрец, который проводит церемонию. В моем случае верховным жрецом был мой отец. Дело в том, что я не хотела следовать по его стопам. Да и до сих пор не очень-то хочу. Пришлось ради чести семьи. Однако я слишком долго думала, и отец умер, не успев завершить мое обучение. Когда я стала жрецей, мне дали новый кинжал верховного жреца, но у меня оставался и отцовский. Мне нужно вернуть один из них. Помимо того, что это нарушение традиции, я должна дать отцу знать, что в конце концов я выполнила его желание. Осторожно! Паломничество к святилищу — дело непростое. Да? Да? Мы с тобой здесь единственные, кто еще не лишился разума. Она все-таки решила вернуть его отцу. Да хранят ее боги. Я сделаю все, чтобы он как можно скорее оказался в его могиле. Спасибо, дитя, за твое участие. Да благословит тебя Аркей. Продолжение следует... Паломничество закончено. Я это чувствую. Некоторое время назад я почувствовала нежное прикосновение к щеке. Я подумала, что это ветер шутки шутит, но, похоже, это был знак от отца. Мы, наконец, примирились друг с другом, обойдясь без единого слова. Впервые в жизни я довольна. Спасибо тебе. Прошу, прими это в знак моей признательности за твою самоотверженную помощь. Субтитры создавал DimaTorzok